Отдыхающие на пляжах Анапы сегодня делятся на две категории. Те, кто пришел полюбоваться видами моря, и те, кто уже готов принимать солнечные ванны. И это несмотря на то, что официально курортный сезон еще не начался. На набережной туристы со всей страны, ведь приезжают сюда традиционно целыми семьями. Это для местных вода еще холодная, а среди отдыхающих уже нашлись смельчаки, чтобы покорить волны Черного моря. Прохладно, но бодрит, свежит. И если надо, значит надо. Мы такие люди. А вы сами откуда? Из Москвы. А в Анапе часто отдыхаете? Третий раз. Вы не представляете, какое впечатление не только от моря, но и от города, в котором живут люди. Во-первых, что нравится, это чистота и порядок. Чистоту и порядок на центральном пляже отметил Ивниамин Кондратьев. Глава региона специально приехал в Анапу, чтобы проверить, насколько курорт готов к началу сезона. Ведь еще прошлым летом к состоянию территории у губернатора были претензии. Сегодня изменения, как говорится, налицо. За проделанную работу Ивниамин Кондратьев благодарит мэра Анапы, который заступил на свою должность полгода назад. Где мы сейчас были, где мы проехали, что я посмотрел. На самом деле просто есть хозяин и есть порядок. Есть комфорт, который в городе появился, уют, который вы создаете. Конечно, в первую очередь это и для горожан, ну и конечно для многомиллионных гостей, отдыхающих Анапы. Вот сегодня мы можем констатировать, что Анапа другая, Анапа уже уютная, гостеприимная и, я уверен, милое сердце. И сюда много-много-много еще раз. Те, кто уже отдохнет в этом сезоне, в прошлых сезонах, они достаточно вернутся. А это единственный в Анапе отель, который работает по системе «Все включено». Сейчас тут наводят последний марафет в номерах. С 11 июня уже забронировано почти три этажа. Ждут здесь не только туристов. На время чемпионата мира по футболу тут разместится сборная Дании. В отеле специально пришлось докупить мебель и жесткие матрасы. А наши кубанские повара разработали меню для иностранных гостей. Они выбрали наш отель, и им очень понравилась наша кухня, то, как мы приготовляем. И сказали, что лучше они не найдут. Высокий уровень сервиса с порога замечает и Вениамин Кондратьев. Это не просто отдельно стоящая гостиница, а современный парк отелей со своей зоной отдыха. Впечатлениями с губернатором делятся и сами постояльцы. Вот мы второй раз приезжаем, очень довольны. Мы были осенью. Цены приемлемые. У нас очень много отелей за такую же стоимость, но с уровнем сервиса намного в разы. Соотношение цены и качество идеально. Это то, что мы сегодня должны максимально добиваться целого на побережье на нашем будущем вопросе. Если было бы больше таких у нас мест, я думаю, у нас бы и туризм был намного более развит, чем сейчас. Внутри главе региона показывают номера, которые подготовили для футболистов. Для руководства отеля предстоящий мундиаль, своего рода экзамен. После него тут планируют принимать еще больше гостей. Рядом инвестор строит еще два корпуса. Соглашение было подписано буквально несколько месяцев назад на сочинском форуме. Вот мы подписали соглашение в феврале. Сегодня уже 100 миллионов инвестировали. Уже идет полное строительство. Если там будет такое же качество, как здесь, там будет лучше. Ну, коллеги, о чем мы говорим? Только вот при таких обстоятельствах, когда мы строим такие современнейшие отели, комфортные отели, доступные по цене, мы не только сохраним количество туристов, которые приезжают в наш край, мы и увеличим, и увеличим кратно отдыхающих, создавая условия, доступные условия для качественного, комфортного отдыха и жителей края, и жителей, конечно, страны. А вот то, что сейчас я вижу, мы к этому не только стремимся, мы это уже реализуем. Уже начали. Вот в 20-м году уже первые отдыхающие. Коллеги, лучше любых отчетов. Мы сейчас стоим уже в готовом, где сборная Дании будет проживать, где сегодняшние отдыхающие уже проживают. А это и экономика. Коллеги, все, что мы делаем, это наша экономика.